Доброе утро, уважаемые коллеги! Начинаем нашу традиционную школу для врачей-гастроэнтрологов и врачей общей практики и терапевтов города Москвы. Сегодня мы будем обсуждать крайне актуальную проблему – вопросы диагностики лечения воспалительных заболеваний кишечника. Вы знаете, что количество пациентов с этими заболеваниями увеличивается, что связано и с улучшением диагностики, но, с другой стороны, связано с тем, что просто увеличивается количество таких пациентов. Увеличивается количество больных с тяжелыми формами заболеваний, тех, кто нуждается в применении препаратов геноинженерной биологической терапии. И вот весь круг проблем мы сегодня обсудим. Видите, у нас такая обширная программа. Есть здесь часть, которая подкреплена баллами НМО, и вы их будете получать, и поэтому обязательно нажимайте кнопочку, подтвердающую ваше присутствие на сайте Медекс.Про. Ну и в завершении нашего дня ряд докладов будет при поддержке фармкомпании, но они основаны на исследованиях, на доказательной базе и тоже представляют большой интерес. Поэтому будьте с нами, и мы постараемся улучшить наши общие знания по диагностике лечения воспалительных заболеваний кишечника. Асфальт Иванович, есть ли у вас какой-то вот комментарий перед тем, как мы приступим к реализации нашей программы? Да, меня слышно, да? Да, слышно. Доброе утро всем. Я, мои, собственно говоря, комментарии уже будут посвящены вот этому докладу, который я буду сейчас делать, светлые и темные стороны. Поэтому то, что мне хочется сказать, я все там расскажу. Единственное, я утром уже на конференции предупредил членов, сотрудников отдела патологии кишечника, что им надо обязательно присутствовать, потому что мы будем обсуждать очень важную проблему совершенствования терапии, традиционной терапии болезни язвенного колитра и болезни крови. Поэтому надеюсь, что все придут. Спасибо большое, Асфальт Иванович. Тех, конечно, участников, которые у нас внешние. Ну что ж, вы уже проанонсировали доклад с таким интригующим названием «Светлые и темные стороны проблемы воспалительных заболеваний кишечника». Профессор Асфальт Иванович Парфенов, руководитель отдела патологии кишечника Московского клинического научного центра имени Логинова. Пожалуйста, Асфальт Иванович. Итак, светлые и темные стороны проблемы воспалительных заболеваний кишечника. О чем пойдет речь? Ну, во-первых, пойдет речь, как всегда, от краеугольных проблем воспалительных заболеваний кишечника, которые не устаревают, которые постоянно у нас, так сказать, совершенствуются, развиваются. Во-первых, это действительно, как сказал Дмитрий Станиславович, сейчас я тут отодвину немножко, вот так. Рост распространенности в языках очень серьезный. Вы посмотрите, по мнению ведущих наших специалистов, которые занимаются этим вопросом с позиции эпидемиологии, полпроцента населения в 2015 году были зарегистрированы как болеющие этими заболеваниями. Полпроцент – это много. Значит, 1 на 200 уже болеют язвенным колитом или болезнью крона, оказывается. Это немывалый рост, конечно, в последние десятилетия 20 века и 21 века. Чем объясняются еще трудности и проблемы этого заболевания? Потому что это генетически детерминированный искаженный иммунный ответ на антигены вызывает эти заболевания. Генетически детерминированный искаженный иммунный ответ вызывает, значит, это... А почему же возникает этот искаженный иммунный ответ? И что же это генетические проблемы? Они, так сказать, худо-бедно решаются. А вот какие антигены вызывают? Ну, считается, что это антигены пищевого и микробного происхождения. Так вот, изменение питания и других факторов окружающей среды, они как раз и создают почву для появления этих антигенов, с которыми справляется организм. И оказывается, что, по мнению, значит, Фергюсона и других таких ведущих наших специалистов, занимающихся, много слишком неправильное питание, слишком много жиров, сахаров, мало овощей и фруктов, особенно в западной диете, в западной, значит, странах Запада, они приводят, значит, на степень просто. Это не какое-то, значит, это хорошо доказанное уже научное доказательство. Дисбиоз кишечника тоже приковано внимание в снижение разнообразия микробиома, вот, приводит к тому, что развиваются, способствуют появлению вот этих антигенов микробного происхождения. Вот в сегодняшнем сообщении я решил, значит, ваше внимание обратить на изменение питания, других факторов, вот именно изменение питания и совершенствование диеты, диеты для больных воспалительных заболеваний кишечника. Ну, те, кто занимается гастроэнтерологией и особенно воспалительных заболеваний кишечника, знают врачи, что больные спрашивают доктора, а что мне можно есть? Вот этот вопрос, на который каждый врач отвечает, ну, в силу своих знаний. Поэтому я сегодня вам расскажу о тех основных, значит, продуктах питания, которые и их влияние на организм с точки зрения формирования воспалительных заболеваний кишечника. Вот начнем, времени для меня 20 минут, но это немного совершенно, поэтому я буду так конспективно говорить. Вот увеличение красного мяса, вот, это баранина, говядина, свинина связано с более высоким показателем смертности вообще. Пациенты же с язвенным колитом в ремиссии имеют повышенный риск обострения, если едят много насыщенной жирной кислотой. Все это хорошо, имеют хорошие доказательства с точки зрения, значит, шансов риска. Конечные продукты белковой ферментатизации, это сероводород, амиаз, фенолы, пагубно воздействуют на толстую кишку, микросреду и эпителий. Ну, здесь я не привожу авторов и привожу только для себя эти вот, значит, скобочки, чтобы потом, когда писать, уже можно будет не давать авторов. Сейчас пока все это, значит, показывает, что это действительно имеются работы, причем работы последних лет. У французских женщин, например, вот такая работа из среднего возраста, высокое потребление общего и животного белка связано с повышенным риском воспалительных заболеваний и шествующих отношений, шансов не доходился. Потребление красного мяса связано с рецидивом БЗК, тоже работа серьезная доказывает. Красное обработанное мясо имеют самую сильную связь с риском язвенного колита. В диете, предназначенной для больных с обострениями болезни крона, красное мясо не допускается или допускается только постное мясо в ограниченном количестве. Фекальная флора микрофлора вегетарианцев показала более низкую численность видов бифидобактерий и бактероидов, чем у всеядных. И в двухлетнем проспективном исследовании пациенты с БЗК, соблюдающие полувегетарианскую диету, у 16 из 15, у 15 из 16 сохраняли ремиссии по сравнению с 2 из 6 на обычной диете. Ну и такой вот частный случай такого сообщения. Все общее сводится связано к тому, что мясо, особенно вот красные сорта, они повышенный риск несут в себе возникновение заболеваний воспалительного характера кишечника. Что касается рыбы. Рыба, рыбий жир содержит длинно-цепочечные полиненасыщенные жирные кислоты, которые участвуют в регуляции иммунных и воспалительных реакций и обладают противовоспалительными средствами, свойствами к БЗК. В трех из четырех таких хорошо документированных специальных исследований, включенных в систематический обзор, сообщают, что высокое потребление рыбы и морепродуктов связано с более высоким риском диазона калибра. Поэтому недостаточный доказательств, чтобы рекомендовать использование этих полиненасыщенных кислот в низкой практике. Нет статистической значимой связи между потреблением рыбы и рецидивом БЗК. Высокое потребление мяса или рыбы морепродуктов связано с риском БЗК. При колите у крыс очень хорошо разработанные методики патопезиологически сравнивали прием растительных масел и рыбьего жира. И оказывается, что рыбий жир вызывал наибольший прирост массы тела и наименьшее гистологическое повреждение толстой кишки тоже хорошо. Так что вот рыбий жир и рыбу можно рекомендовать использовать в диетах, которые применяются к лечению воспалительных кислотов. Теперь переходим к соевому и яичному белкам. Оказывается, что при экспериментальном колите у свиней гидролизат сои, обогащенный пептидами, оказывает противовоспалительный эффект. Уменьшает пронисаемость кишечника, на что теперь особенно любят обращать внимание, и уменьшает экспрессию воспалительных цитатинов в толстой кишке. При экспериментальном колите у мышей гидролизат соевого белка подавлял экспрессию противовоспалительных цитатинов, уменьшает воспаление и симптомы. Взаменов в диете мышей животных белков на соевые и гороховые белки снижает степень тяжести. Ну и вот таким образом оказывается, что в состав диеты для лечения болезни крона включены 2 яйца в день. Вот вывод такой делается на основании этих многочисленных исследований. Много очень, там мы увидим дальше, предложено уже разновидностей диет при воспалительном здании кишечника. В каждой стране, в которой особенно высокий рост, своя диета, как говорится, даже создана. О нашей мы поговорим дальше. Так что вот 2 яйца в день можно. Теперь, что касается молока, кефира, йогурта, сыров, то оказывается, что вот овечье, козье и соевое молоко и йогурт переночатся лучше, чем коровье молоко. И коровье молоко хуже всех переносится. А так коровье молоко, яблоки, пшеница зарегистрированы как наиболее частые триггеры симптомов, связанных с питанием. Ну они вызывают различные симптомы, уже связанные не только с воспалением кишки, но и с нарушением ее возможностей по гидролизу, по перевариванию и всасыванию. Так вот молоко, яблоки, пшеница чаще всего там, мы знаем, эти симптомы, свойственные синдрому радуженной кишки. Продемонстрирован противовоспалительный эффект пробиотического йогурта у пациентов с ВЗК, потому что через месяц уже доля клеток, которые продуцируют противовоспалительные цитокины, увеличивается до столицы. Йогурт и сыр оказывают противовоспалительные действия при колиде у мышей. Соревое молоко оказывает тоже противовоспалительное влияние на колиду мышей. Эфир способствует снижению СРБ и повышению гемоглобина у больных с болезнью крона, уменьшается метеоризм, улучшается самочувствие. У мышей с колидом сыр, эмменталер, например, улучшает клинические гистологические показатели, уменьшает секрецию иммуноглобулина в тонкой кишке, усиливает экспресс суксизионных генов, лучше говоря, мышам сыр полезен. Они недаром его так любят. А для людей, страдающих воспалительными заболеваниями, это тоже хороший продукт. Продукты на основе молока буйвола, содержащиеся, например, в сыре моцарелла, снижают воспаление, кишечную проницаемость у мышей с колидом, усиливают адгезивные свойства эпителия, и, следовательно, уменьшают проницаемость его. Снижение потребления сыра моцарелла из буйвола молока может быть полезным. Тем не менее, в диете некоторых для воспалительных заболеваний запрещены молочные продукты вообще. А в диетах других стран, посвященных воспалительным заболеваниям, в том числе в ФОДМАП-диете, молочные продукты ограничены. Ну, вот такое, видите, неоднозначное отношение к продуктам, поэтому я это внимание ваше тут и приковываю к тому, что, хотя информации очень много, но и очень много информации уже имеется, видите, научно отработанной, и в то же время малоизвестной практическим врачам, чтобы все это знать, как они влияют, эти все продукты, на организм здорового человека и больного тем более. Дальше продолжаем. Немножко я задержу, конечно, внимание больше, чем надо. Фрукты. Ежедневное употребление фруктов уменьшает вероятность болезни крона. Хорошо доказанное исследование. Систематический обзор показывает, что употребление фруктов больше четырех раз в день, по сравнению с теми, кто употребляет фрукты меньше одного раза в день, уменьшает вероятность воспалительных заболеваний кишечника. Так что фрукты не только полезны здоровому человеку. Как мы уже говорим, надо 800 граммов фруктов в день есть, чтобы был нормальный стул и так далее, и так далее. А вот при воспалительных заболеваниях они тоже уменьшают вероятность вознаграждения. Это тоже в отношении западной диеты, диеты восточной и вегетарианской стрелки. Метаанализ четырех проспективных исследований показал, что значительно имеется обратная связь между употреблением фруктов и риском болезни крона. Употребление цитруса выхват отрицательно связано с развитием БК. Болезни крона значим. Употребление грейпфрута обычно приводит к усилению симптомов, к обострению пациентов с высокого. Поэтому спросят, можно грейпфрут, нельзя. В пилотном исследовании у пациентов с ВЗК 200-400 граммов мякоти манго, теперь она у нас тоже есть манго, так вот если его в течение восьми недель потреблять, то это ведет к снижению индекса активности колита и уровня профоспалительных цитокинов. Поэтому манго, богатый галатонином, также улучшает микробный состав пекали у этих пациентов и тем самым помогает. Поэтому при колитве у мышей манго ослабляет симптомы, путем блокады, передачи сигналов по каналам. Чернослив значительно увеличивал число бифидобактерий, увеличивал массу тела, хорошо переночится, но не влияет особенно на индекс активности болезни. Бананы. Содержат инулин, один из самых известных пребиотиков, и бананы содержат большое количество крахмала с высоким содержанием амилозы, который может действовать как пребиотик. Поэтому бананы, они давно известны, что они хорошо переносятся и полезны. Одно яблоко и два банана в день являются обязательными в диете для болезни корона, для пациентов с рецидивом этого заболевания. Кроме того, разрешены авокадо, лубника, дыня, груша, персики, киви и черника. Через 10 недель разрешаются все фрукты, кроме сухофруктов. Через 10 дней. Овощи из лати. Здесь, ну что, капуста, вот она, о ней разночтения имеются. Она, значит, капуста, спаржа, лук, повышает уровень бифидобактерий в мукозной флоре, вот. Увеличивают, значит, трансэпитериальное сопротивление, следовательно, уменьшает проницаемость очень хорошо. Картофель в сочетании с бобовыми особенно снижает риск воспаления заболеваний вишечника на 79%. Пребиотический эффект оказывает. Две свежие картофели в диете очищенных, противготовленных и охлажденных являются обязательными применениями использования. А в другой диете других стран картофель не допускается вообще. Так что видите, какие разные взгляды. Хлопья ежедневным употреблением мюсли снижает вероятность болезни крона. Можно и употреблять их. Кукуруза усиливает иммунный ответ хорошо. Пшеница. Вот пшеница, и тут разговоров много стало, потому что влияние глютена. Глютен усугубляет у больных в языках сдутие живота, боли в животе и диарею. Так что это не только при целиакии глютен там недопустим, но и в период воспаления воспалительных заболеваний доказано, что появляется как бы временная плохая переносимость глютена. Это вопрос, как говорится, очень сложный. И я не знаю, насколько он так документирован. Но тем не менее, вот говорят, что нужно от меня не запрещать хлеб в период обострения, а в период уже ремиссии и там допускается умеренное количество. У пациентов в ремиссии ежедневный прием овсяных отрубей очень хорошо. И вообще к овсу отношение хорошее. И больным, мы знаем, что из свеки мы разрешаем овсяные продукты из овса 50 граммов в день. Неочищенный рис устраняет дисбиоз, снижает количество гластридии. Поэтому в диете для БК болезни крона употребление риса обязательно, а в других диетах там запрещено употребление пшеницы и глютена вообще в некоторых. Изменяются правила питания. Масло и жиры. Оливковое масло там вот специально приготовленное. Основной компонент средиземноморской диеты очень модная. Лениновая кислота оказывает защитное действие на воспаление кишечника. Вот при воспалении кишечника богато оно фенольными компонентами, помогает предотвратить повреждения клеток толстой кишки, уменьшить симптомы симптомы высока. Так что масло оливковое полезно. Подсолнечное масло менее полезно. Но все равно высокий уровень провоспалительных цитокинов у мыши с колитом. Оно вызывает более высокий уровень провоспалительных цитокинов, нежели лениновое оливковое масло. Из-за того, что разные лениновая кислота и триноливая по-разному. Сливочная масса содержит бутерат, который продуцируется кишечными бактериями также и подавляет воспаление за счет питания колоноцитов. То есть обеспечивает энергией питанием колоноцитов, следовательно, полезно. Экнизмы с бутератом, тем не менее, никак не помогают пациентам. А диета с высоким содержанием насыщенных молочных жиров увеличивает рост провоспалительных бактерий, снижает количество мукулиусов у мыши. Так что в общей сложности полезно. Маргарин, высокое потребление его регулируется высоким риском язвана. Ну, дальше мы будем разным сроком, поскольку я сейчас эти в 20 минут должен уложиться. Поэтому я постараюсь, ну, с учетом того, что еще был резерв небольшой времени за счет начала, во время того, что начало. Так что я сейчас скоро закончу, но пока продолжу. Вот очень важные моменты. Грецкие орехи увеличивают рост симбиотной микрофлоры продукции масляной кислоты. Не могу сказать, что, когда я еще был молодым врачом, и вот Куйбышевский профессор, фамилию, к сожалению, вспоминал, не мог вспомнить. Но вот он вдруг стал широко пропагандировать, значит, лечение язвенного калита грецкими орехами. Уверял, что он вылечивает больных, значит, давая им исключительно, вот, преимущественно, грецкие орехи в виде гиатеридического питания. Мы пробовали, в главном районе, нам госпитали ничего у нас не получилось, но, тем не менее, какой-то был резонанс. И вот оказывается, что действительно грецкие орехи увеличивают рост симбиотной микрофлоры продукции масляной кислоты, так что полезно, по крайней мере. Какао активизирует рост симбиотных флоров. Шоколад, тут двойственное влияние. Какао полезно, шоколад менее полезен. Кофе уменьшает риск язвенного калита. Чай зеленый увеличивает, тоже полезен. Уменьшает проницаемость, кишки и так далее. Видите, это все проводилось научными исследованиями, доказано. Это не просто так. Энергетические напитки, которые широко применяются, они уменьшают клинические симптомы, проницаемость эпителиального барьера и экспериментальном коррекции. Алкоголь. Редкий больной не спросит, а что мне можно алкоголь? Ну и легче всего сказать, нельзя вообще. А на самом деле нужно знать, что употребление вина даже полезно может быть при небольшом количестве больным в период ремиссии язвенного калита. Поэтому употребление красного вина может увеличить риск рецидива, если им неумеренно пользоваться. И регулярно высокие цифры концентрации алкоголя тоже вызывают воспалительные реакции. Но умеренное небольшое потребление до 15 граммов в день женщинам и 30 грамм мужчинам, это от 1 до 3 бокалов вина, оно снижает уровень фекального кальпротектина, даже показанного, повышает несколько проницаемости шещика. Так что вот такие видения об этом. Мед оказывает множество положительных эффектов. Вот теперь пищевые добавки еще. В заключении это сейчас бич нашей диеты, потому что добавки различные вкусового, другого качества, они разрушают наше представление о полезном питании. Соль, ну а соль, значит, повышенное количество соли индукцирует, продукцию воспалительных цитокинов, мы всегда рекомендуем не досаливать. Правам посвящено большое количество литературы. Ну я вот остановил ваше внимание на куркумине, который особенно в восточных базе и так далее используется. И к нам уже добрался. Вот оказывается, очень полезно. Добавки типа, так что можно им использовать. Специальный обзор пришел к выводу, что куркумин может быть безопасной и эффективной терапией для поддержания ремиссии язвенного колита, но с использованием в комбинации с месолазином и с месолазином. Теперь добавки вот типа, современные, я о них не буду останавливаться, потому что они все рассчитаны на то, чтобы улучшить вкусовые качества пищи и так далее, но они все вызывают гистологические изменения, типичные даже для ВЗК в эксперименте. Изменяет микробиом, повышает проницаемость петелия и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому все эти добавки, это наш бич, и поэтому, конечно, пища чем больше естественной, тем лучше. Живательная резинка вот там, в конце концов, тоже я привел, связана с риском развития болезни. Ну вот такие сведения я вам привел в таком вот в конспективном порядке, но это для того, чтобы вас заинтересовать и показать, насколько важно продолжать изучение этого влияния и применение практической гастроэнтерологии этих сведений. Вот на этой таблице показана эта таблица вот из последнего очень такого продукта, очень интересного обзора, посвященного различных диет. Вот показаны, видите, различные диеты на верхней строке, которые используются наиболее эти самые, наиболее известные в мире. Вот тут показаны продукты различные, и показано, что вот зеленое, это допускается, темно-зеленое обязательно используется, которые ограничены и не разрешено. Поэтому для того, чтобы нам все это понять и использовать в своей клинической практике, что нужно сделать? Это нам нужно себе так представлять, вот нам в частности сотрудникам отдела патологии кишечника нашего центра, что мы должны начать подготовку отечественной диеты для больных в языках. У нас традиционно имеются диеты, очень хорошо наши русские, наши отечественные гастроэнтерологи много очень сделали для этого отдела. Четвертая диета, основа для больных с патологией кишечника, но нужно ее совершенствовать, совершенствовать. Попытка ее усовершенствовать с помощью FODMAP-диеты, то есть уменьшение продуктов этих короткоцепочечных углеводов дала какой-то эффект, но это повторение в основном нашей традиционной диеты, все знают ее, но тут она более, так сказать, расшифрована, и мы тоже должны ее уже, так сказать, в жизнь внедрять. Но самое главное, нам нужно вернуться к этому вопросу уже с самых научных позиций и каким-то образом такую диету создать, потому что больные действительно с патологией кишечника, они все время спрашивают, что можно и что нельзя. И врачи, учитывая вот эти показатели, которые я прочитал, они, конечно, все это и не знают, и поэтому самые разнообразные могут быть рекомендации даваться. Запрещающие и, наоборот, расширяющие диету. Как видите, это все очень хорошо разработано, и оказывается, что с помощью диеты можно нивелировать ритмоспаление. Когда я вспоминаю, опять же, свои молодые годы, то тогда в Институте питания Академии наук свидетелем может быть Лариса Михайловна Крунс, если она сегодня здесь слушает, и ее руководители после прежней и так далее, показывают, что в Институте питания, в клинике лечебного питания запрещено было пользоваться лекарствами. Только с помощью диеты. Извольте добиться ремиссии. Но постепенно это все ушло в историю. Сейчас там пользуются в меньшей степени, чем мы. Асчет диеты, что там происходит с воспалительными заболеваниями кишечника, я не знаю, но это наша большая область. Мы должны заниматься этим вопросом. Поэтому что я могу сказать, что точное определение диетического питания очень сложно, потому что то, что я вам рассказал, конечно, здесь не все вызывает полное доверие. Понимаете, могут быть и предвзятые мнения, могут быть традиционные представления, помешать и так далее. Нам нужно большая работа для того, чтобы улучшить наши результаты лечения наших больных воспалительных пищечника обратить особое внимание на диету. Недаром теперь у нас что получается, что у нас значит диссертации теперь по одному шифру будут защищаться гастроэнтерология и диетология. Вот как вводу мы глядели, когда делали этот самый обзор, потому что именно объединяет много различных научных проблем эти две дисциплины гастроэнтерологию и диетологию. Спасибо. На этом я закончил. И вопросы так сказать ну поскольку я уж очень много довольно времени не встатил, поэтому давайте может быть А можно я все-таки задам вопрос? Спасибо большое. На самом деле действительно очень правы, что мы имеем подходы к лечению, мы понимаем какие группы препаратов принимают, в каком порядке алгоритм есть. А вот генез заболеваний не очень понятен и не очень понятно почему увеличивается заболеваемость. Вот обсуждалась такая концепция, что возможно это связано не только с продуктами питания, но и с тем, как они обрабатывают с консерванты, тем, как использовать посудомоечные машины, недостаточно вот эти всякие детергенты устраняя. Вот есть ли такие научные данные? Я думаю, Юрий Станиславович, что и научных данных не надо можно понять уже из того, что я вот сказал здесь, что эти все современные подходы к улучшению вкусовых качеств и пролонгированного хранения продуктов, конечно, это влияет. Создает различные антигены дополнительные, которые вызывают другие факторы внешней среды, лекарства и так далее. Все, что на нашу иммунную систему, все это создает такую нагрузку, что она не выдерживает. Поэтому, что касается питания, то мы должны лично сосредоточиться и совершенствовать и давать рекомендации практически реальные в экологической практике пациентам, что можно, что нельзя и так далее. и так далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!